Друзья, всем привет! С вами Сергей Черков, с наступающим всех Новым Годом! В этом коротком видео я хочу показать вам, как сделать классную новогоднюю открытку, которую вы можете отправить своим клиентам, друзьям, родственникам, вашим любимым. Сделаем мы ее с FIGMI, будем использовать смарт-анимацию, сделаем вот такого прикольного SANTU, у которого двигаются глаза по движению курсора, и внизу появляется кнопка, и фишечка небольшая, когда мы нажимаем ему на нос, у нас будет появляться вот такой язык. Вот такая веселая открытка, можете ее потом кастомизировать как угодно, добавить текст, в общем, сделать из нее все, что хотите. Ну что, ребят, давайте не будем затягивать, погнали! У меня есть небольшая заготовка, есть, собственно, снежинка, которая будет у нас на фоне, есть сам SANTU, цвета, которые мы будем использовать, и кнопка. Давайте начнем! Первое, что нам нужно сделать, это, собственно, сделать интерактивный компонент с вариантами для снежинки и для SANTU. Более подробно, как делать интерактивный компонент, вы можете посмотреть на отдельном видео у меня на канале, ссылочка будет сверху. Давайте начнем с SANTU. Для этого нам нужно, вначале, сделать ему нарисовать язык. Так, выберем RECTANGLE на горячей клавиши R, либо квадратик здесь, и нарисуем вот такой язык. По ширине я хочу, чтобы он был у меня где-то 80 пикселей, и самое главное, чтобы по высоте он прятался у меня за усы, вот эти, либо под усы и под нос. Далее мы скруглим углы, поставим, например, 3000, и перекрасим его вот в такой вот розовый цвет. Далее мне нужно сделать копию этого языка с зажатым ALT, делаю, и уменьшаю, например, поставлю 20, и размещу вот здесь вот по центру, и это будет такая серединка языка. И мы делаем ее чуть поменьше, по темнее, ну так, ну и поменьше тоже. Давайте сделаем, например, пусть будет 14 пикселей. Ну, как-то так, примерно. Объединяем это все в группу, у нас получается такой некий сэндвич. Ну, нужно чуть-чуть все-таки пошире, сделаем 16, конечно. Ну, смущает толщина, даже не сэндвич, а хот-дог такой, да, похоже. Все, здесь мы выравниваем. У нас группа, переименовываем ее в язык, и прячем под усы. Вот таким образом, то есть она у нас будет вот так, он, вернее, будет вот так вырежать. Теперь мы его назад поднимаем, все спрятали. Далее нам нужно нарисовать закрывающиеся глаза. Для этого мы воспользуемся пером, рисуем линию, которая у нас будет примерно такой длины, поставим 80, тоже пикселей. Она у нас будет 8 пикселей в толщину, и сделаем закругление углов, вот таким вот образом. Теперь два раза кликну по ней, и добавлю посередине точку, для того, чтобы ее поднять, да, наверх. Ну, примерно вот так вот я ее подниму. Примерно вот так. И далее я выберу дугу, и с помощью этой дуги я сделаю, кликну на точку, и сделаю вот такую вот арку. И можно чуть-чуть пошире ее сделать, примерно вот так. Все, у меня получился один глаз, я вот его вот здесь вот размещаю. Теперь мне нужно нарисовать второй, ребята, очень важно, чтобы это была не копия этого глаза, а именно был отдельный глаз нарисованный. Поэтому создаем еще одну линию, 80 у нас пикселей будет, и мы ее распустим сейчас вот так вот, вровень с этим левым глазом. Теперь два раза кликнем, точку выбираем, поднимаем наверх, зажатый шифтом, ну, примерно вот так. Теперь выбираем дугу, создаем такую вот диагональ, да. Не диагональ, создаем вот такую арку, ну, примерно вот так у нас будет. Давайте проверим, ну, на глаз оно у меня получилось, видите, один в один. Прекрасно. Прекрасный глазомер. Далее, что мы делаем, ну, тут переименовываем, допустим, тут I. Пусть будет один, да, и это будет у нас I2. Все, скрываем их, чекс, чекс. Теперь мы копируем этого санту с зажатым альтом или option. Скопировали. Здесь мы переименовываем его, называем это санта 02 через слэш, а здесь мы пишем санта 01. Опять же, повторюсь, то интерактивные компоненты с вариантами отдельно в виде есть именно на канале, поэтому обязательно посмотрите, кому интересно и кто не понимает совершенно, что сейчас происходит. Итак, далее, мы создали копию, да, здесь мы теперь отключаем вот эти два глаза, которые у нас были, и включаем те, которые мы нарисовали. Вот таким вот, видите, такой милаш у нас получился в санта, и язычок ему достаем. Вот так вот мы его разместим. Теперь, что нам нужно сделать? Нам нужно выделить эти два фрейма, и перейти в решим создания компонента. Сверху здесь выбираем шеврончик, стрелочку, и выбираем Create Component Set. Нажимаем. Теперь у нас получился компонент с вариантами. Далее создаем анимацию внутри этого компонента. Выбираем первую санту, переходим в прототип, тянем направляющую по анимации на второй фрейм, и здесь, друзья, самое интересное, нам нужно, чтобы по клику на нос совершалось действие. Поэтому отменяем то, что я только что сделал, и выбираем не фрейм, а именно нос. Я специально сделал изначально неправильно, чтобы вы обратили на это внимание. Выбираем нос, и тянем с носа переход на второй вариант этого компонента. И здесь мы выбираем On Click, и здесь у нас будет не Instant, а Smart Анимация. И в этой Smart Анимации мы выбираем Gentle, чтобы плавно у нас был переход. И 800 миллисекунд оставляем. Далее, со второго варианта мы делаем переход, именно уже со второго варианта, полностью с фрейма, мы делаем переход назад. И здесь не On Click, а After Delay. И здесь давайте поставим, например, 300 миллисекунд. И здесь же сработало у нас то же самое. То есть у нас Smart Анимация, Gentle 800. Это нужно для того, чтобы у нас, когда мы кликнули на нос, появился язык, и потом через 300 миллисекунд он у нас назад вернулся. Но я бы даже сделал не 300, а, допустим, 200 сделал, чтобы быстрее он как бы так возвращался, чтобы более игривая такая история была у нас. Итак, Santa у нас готов. Теперь, друзья, мы перейдем к снежинке. Переносим ее вот сюда, ну, так удобнее мне будет эту снежинку, да, редактировать. Что мне нужно сделать? Мне нужно ее скопировать. Четыре раза с сжатым Option, либо Alt, я ее копирую. И теперь нажимаю Command, либо Ctrl D, чтобы еще раз делать дубликаты. Далее, я выбираю снежинку во втором фрейме. Ну, чтобы было удобнее, давайте мы сразу переименуем. Здесь в Snowflake снежинки слэш 0.1, здесь у меня будет слэш 0.2, а здесь у меня будет слэш 0.3, и здесь у меня будет слэш 0.4. Далее, здесь мне нужно повернуть снежинку, обратить внимание, не весь фрейм, а именно снежинку. Повернуть на минус 90, третью поворачиваем на 180, четвертую поворачиваем на 90. Теперь я перевожу это все в интерактивный компонент, вернее, компонент с вариантами. Интерактив мы добавим чуть позже. Итак, выбираю Create Component Set. Все, у меня теперь это все один компонент с четырьмя вариантами. Переход делаю с первого фрейма на второй с помощью After Delay. Одна миллисекунда. И здесь у меня пойдет не Gentle, а Linear будет переход эти. И здесь я хочу поставить 8000, друзья, 8000 миллисекунд, для того, чтобы это было плавно. Со второго на третий через After Delay одна миллисекунда оставляем 8000. С третьего на четвертый делаем After Delay одна миллисекунда. И с четвертого, друзья, мы переходим на первый. И здесь мы тоже ставим After Delay одна миллисекунда. Все, таким образом у нас будет зацикленная такая история. То есть будет переход с первого на второй, с второго на третий, с третьего на четвертый. И с четвертого назад будет возвращаться на первый и так будет крутиться. Другие примеры таких интерактивных компонентов интересных тоже можете посмотреть у меня на канале. Есть отдельные видео, ссылки будут наверху. Идем дальше. Теперь мы создаем непосредственно сам фрейм, где будет происходить наша анимация. Это, собственно, фрейм открытки. Назовем его так. Выбираем фрейм. И выбираю я, например, Desktop 1440. Теперь мне нужно перекрасить. Выбираю цвет заливки. Вот такой будет красный. Здесь я размещаю снежинку мою с одной стороны. И вставляю еще одну с другой стороны. О, пардон, я не там скопировал. О, вернее, я туда вставил. Вот здесь нажимаю Command 2 и вставляю ее в этот фрейм. Вот так оно на этом вставится. По центру. Четко. Да? С двух сторон. Окей. Единственное, что меня смущает, что они такие прям слишком белые. Давайте мы изменим прозрачность этих снежинок. Заходим в компонент. Выбираем все четыре варианта. И здесь мы поставим прозрачность 20%. Вот. Они теперь такие будут. Полупрозрачные. Все. Вроде как. Все отлично. Да? Теперь нам необходимо переименовать. И назовем это Postcard. Открытка у нас будет. И это у нас будет основной наш прототип. Нажимаю здесь Flow Starting Point. Создать то место, откуда будет запускаться прототип. И это будет наш основной флоу. Можем также его переименовать. И здесь написать Postcard. Вот таким вот образом. Далее. Мы создадим непосредственно анимацию движения курсора. И чтобы глаза Санты двигались по направлению и по расположению курсора внутри нашей открытки. Как мы это будем делать? Здесь есть хитрость определенная. Мы создаем новый фрейм, друзья. Точно такой же, как размер открытки. Это очень важно. Вот такой фрейм создаем. Здесь мы размещаем нашего Санта. Первого Санта мы размещаем внутри. Давайте четко по центру этого фрейма. Делаем его вот таким вот образом. Теперь, если удобнее хотите, мы можем перекрасить его в этот фрейм такой же красный цвет. Но мы потом все равно будем удалять этот цвет. Но не важно. Пока сделаем так. Чтобы просто визуально было приятнее смотреть. Значит, теперь мне нужно откопировать его. Скопировать. Вот таким вот образом. И создать 9 копий, друзья. Еще одну я создаю. У меня получается 3. Вот так. И еще вниз 3. Чтобы красиво их выровнять, мы их выделяем. И используем инструмент Tidy Up. Нажимаю вот сюда. Эти квадратики у меня появился с точечками. И у меня автоматически произошло распределение. Здесь я могу теперь самостоятельно их подправить на равном расстоянии сделать. Вот таким вот образом. Все. У меня теперь находятся 9 копий. Здесь я хочу их переименовать. И переименовываю я их следующим образом. Выделил все эти экранчики. Нажимаю Command R либо Control R. И у меня появляется вот такое минимум. Здесь я пишу какое-то название. Например, пусть это будет Santa. И тут будет Animation. Далее я ставлю Slash. Друзья, это очень важно. Потому что мы это все будем переводить в компонент с вариантами. У меня название компонента будет Santa Animation Slash. И здесь я ставлю Number вверх либо вниз. Ну, тут без разницы, как она будет идти, нам абсолютно не имеет никакого значения. Вот видите, 1, 3, 4, 5. Побежал сразу на название. Нажимаю Rename. И вот они у меня все переименовались. Ну, немного заду-наперед, но это для нас не имеет никакого значения. Теперь смотрите, что происходит дальше. Дальше вы помните, что Santa является у нас компонентом. И тянется отсюда этот вариант. Нам необходимо отключить этот Intense. То есть разорвать связь на всех 8 компонентах по периметру. Только у нас будет в центре Santa являться компонентом с вариантами. По носу, когда мы кликаем, будет появляться язык. В остальных мы отрываем связь и выбираем правую кнопку. Кликаем на Santa на одном из и выбираем D-Touch Intense. Вот. Отключили. Также я хочу добавить кнопочку. То есть вот у меня эта кнопка есть. Я ее скопирую, например. И вот ставлю внешний этот фрейм. Ну, тут расстояние, например, 40 у меня будет. Все. Теперь мне нужно настроить движение глаз. Приближаю к первому верхнему левому компоненту. И здесь выбираю глаза с зажатым командом и шифтом. И сдвигаю их влево. У меня стоит настройка сдвиг с зажатым шифтом на 8 пикселей. У вас, возможно, стоит на 10. Это в настройках можно изменить. Собственно, я сдвигаю на 8 влево и на 8 наверх. Теперь я выбираю верхний центральный. И здесь я сдвигаю на 8. И еще раз на 8. Правый верхний сдвигаю 8 вправо и 8 наверх. Крайний правый, центральный, сдвигаю на 8 вправо. Нижний правый сдвигаю 8 вниз и 8 вправо. И центральный нижний сдвигаю 2 раза вниз с зажатым шифтом. То есть это на 16 пикселей. Левый нижний сдвигаю влево на 8 и вниз на 8. И центральный, центральный левый сдвигаю влево на 8 пикселей. Именно зрачки. Вот таким вот образом у меня получилось, видите, уже есть какое-то движение этих глаз. Теперь наступает самое интересное, друзья. Мы создаем из этого компонент с вариантами. Выделяем все эти картиночки и переводим это в Create Component Set. Теперь нам нужно сделать непосредственно саму навигацию. То есть когда курсор будет двигаться и будет меняться эта картиночка. Для этого нам нужно создать еще один фрейм, друзья. Размеры у нас его будет такой же точно, как основная открытка. И в ней мы должны разместить Rectangle. Rectangle у нас будет точно такого же сейчас размера, как наш фрейм. Но мы его поделим на 3 по ширине. То есть вот тут ставим слэш 3. И по высоте тоже делаем слэш 3. Все, теперь мы создаем, копируем эти ректанглы. И у нас получается такой фрейм из вот этих квадратиков с секцией. Видите, разные секции у нас получились. Мы это переименовываем, например, назовем, пусть это будет Nav, как навигация. Теперь мы эту навигацию копируем, либо вырезаем, как хотите, и вставляем в наш первый компонент. Размещаем ее по центру. Видите, ничего не видно. Ну, все нормально, не переживайте. Теперь я выбираю второй фрейм, второй ректангл внутри, который у меня находится. Перехожу в прототип и делаю с него переход, друзья, на верхний центральный фрейм. Я думаю, вы догадались, что будет происходить сейчас, потому что вы молодцы. И здесь я выбираю Mouse Enter. И переход у меня будет instant, моментальный. Либо мы можем сделать Smart Animate и сделать Quick, то есть быстрый. И вот этот Quick давайте мы сделаем там 300, например, 300 миллисекунд. Давайте через Quick сделаем. Потом выбираю правый верхний и делаю с него переход на Mouse Enter на верхний правый фрейм. Теперь правый центральный на правый центральный, тоже через Mouse Enter. Нижний центральный делаю переход на нижний правый, тоже делаю Mouse Enter. Нижний центральный на нижний центральный, Mouse Enter. Левый нижний, тоже делаю на Mouse Enter. Mouse Enter и переход, о, у меня слетело случайно. Вот так, Quick. Все работает. Теперь здесь я делаю переход с левого центрального на тоже левый центральный. И с центрального делаю переход на центральный, тоже Val Hovering. Все, теперь вы задаете мне вопрос, а что же делать с тем, который у нас получается левый верхний? А для этого нам нужно скопировать или вырезать даже этот фрейм с навигацией и вставить его на второй фрейм. И здесь мы выбираем левый верхний и делаем переход как раз на левый верхний квадратик и левый верхний фрейм. Теперь мы выбираем эту навигацию, выбираем все наши ректэнглы и убираем цвет полностью. Вот, убираем цвет и убираем, естественно, заливку нашего фрейма. Вот, теперь он прозрачный будет. Мне теперь нужно скопировать этот фрейм и везде его вставить на всех моих компонентах. Он должен быть поверх основного санта. Все, теперь у меня это получилось. Смотрим, что видите, у нас теперь такие эффектные связи происходят. Далее мы отключаем фоны на всех этих компонентах. Фон фрейма, да? Вот так, видите, так бы нам скучно было бы без красного фона. Теперь, что мы делаем? Мы теперь копируем наш фрейм с сантой. Первый, например, да, или лучше центральный. Лучше центральный скопируем. И вставляем его в наш фрейм посткарта. Видите, он стал у нас поверх. И теперь смотрим на магию, которая у нас получилась. Запускаем прототип. Смотрим, что у нас получилось. Во-первых, у нас уже есть анимация снежинок. И теперь смотрите на магию. Я двигаю курсор и глаза следят за моим курсором, друзья. Смотрите, как это круто. Направляя вниз, появляется кнопка подписки. И если я нажимаю ему на нос, появляется вот такая веселая анимация, друзья. Ребят, надеюсь, это видео было интересно и полезно для вас. Создавайте крутые анимации в фигме. И я вам хочу пожелать классных проектов в новом году. Платишеспособных заказчиков, интересных задач. Отдельно хочу поблагодарить вас за то, что вы подписываетесь на мой канал. Кстати, кто еще не сделал, обязательно сделайте это прямо сейчас. Ставите лайки, пишите в комментариях темы различные, задаете вопросы. И, конечно, пишите мне отзывы по видео. Это очень мотивирует, безумно приятно и мотивирует на создание других классных роликов. С Новым Годом, друзья! С вами был Сергей Черков. Всем пока-пока!